Всем доброе утро. У нас, как обычно, утро начинается во дворе. Хотел еще пособирать спелые помидоры. Там помидор очень много спелых. Очень много. Но сейчас, говорит, там какие-то пауки ползают. Он говорит, я сейчас их водой всех смою и буду собирать помидоры. Даню, что потерял? А, нашел? Ну давай, молочина ты. Хозяйственный парень. Так, я тут решил по-быстрому перекус приготовить. Вы видели, Даня собирал помидоры, я ему помог их дособирать. Это что-то решил, так захотелось, что-нибудь жареного. Давно не жарили лук. Сейчас обжарю лук золотистого цвета, помидорчики. Взял сосиски. Вот такие вот у нас сосиски продаются. Они полностью мясные. Это для приготовления барбекю. Я думаю, что сейчас вот я их обжарю, сосиски. Потом я их выложу. И дальше уже на сливочном масле обжарю лук до золотистой такой корочки. Добавлю помидоры. Потом обратно добавлю вот эти сосиски. И яйца туда вобью. Самое, что интересно. Сосиски на самом деле мясные. Прямо чувствуется мясо. Взял кусочки и так поужарились они. Они свиные из говядины. Такие жирненькие были. С них все вытекло. Оно очень-очень вкусно пахнет по-настоящему мясным. Вот. Я все это готовлю. Настя мне сейчас набирает. Говорит, я вот еду домой. Говорит, я еду такую по-быстрому вредную еду. Говорю, решил приготовить. Давно не ели жареного. Она говорит, о, все. Я сейчас тоже с ленями подавлюсь. Готовь побольше я тоже захотела. В общем, как-то так. У нас есть борщ. А Даня борщ не любит. Поэтому я решил по-быстрому что-то приготовить. Такую какую-нибудь вкусняшку. Которую мы редко готовим. Вот решил яичницу сделать. Пахнет обалденно. Дети у меня, в общем, очень любят, когда я вот такое что-то готовлю. Я понимаю, что сейчас вы мне все напишите, что таким нельзя кормить детей. Это вредно. Мы это делаем крайне-крайне редко. Я готовлю, вот так жарю, чтобы на сковородке. Жирное, но вкусное. Иногда можно. Так, ну что, у нас все практически готово. Вредно, но вкусно. Правда, Кирилл? Угу. Очень вкусно. Поймают обязательно. Хорошо. Мы с Даней опять выходим из дома. Дома нам не сидится от слова вообще совсем. Да, Данюш? Куда мы с тобой едем? На площадку. Общаться, разговаривать и болтать играть. Да, мы едем на знакомство с детьми из нашей школы. В общем, родители. У нас есть группа на Facebook. Группа, где создана специально для детей, кто будет ходить в киндергаден нашей школы. И там печатаются основные новости. В общем, и одна мама проявила инициативу и предложила до начала учебного процесса встретиться, погулять с детишками, чтобы они между собой познакомились. И, может быть, у них будет вот этот период адаптации полегче. Мы с Даней на площадке. Очень-очень много пришло родителей вместе с детьми. Со всеми детьми, семьями пришли. Даня у нас немножко в сторонке играет. Мальчишки тут бегают между собой, познакомились кто-то. Играют. Все очень приветливо. То же самое про маски. Я не буду говорить за всех, но у нас в школах и у Дани, у Кирилла обязательно ношение масок будет. И вот родители написали, что давайте, пожалуйста, будем всех в масках и приучать детей, чтобы они были у маски. Хочу сказать, что я со своим ломаным английским ужасным смогла немножко пообщаться с родителями. Все интересные, все очень приветливые, дружелюбные. Что я, например, заметила? Это то, что... Шумят, и я поэтому отвлекаюсь. Что я заметила? Опять же, кто-то в топе, в комментариях писали о том, что очень много здесь одеваются в спортивную одежду. Есть мамы, которые пришли в спортивной одежде, но основная масса мам одеты красиво. И юбки длинные, короткие, платья накрашенные, блондинки, брюнетки, очень ухоженные такие... Так, мне не нравится слово женщины. Девушки, девочки тоже не скажешь. Ну, в общем, мамы. Понравилось мне очень. И все приветливые, и все с пониманием относятся к тому, что у меня плохой английский. Все пытаются говорить. Одна мама вообще мне очень неудобно было. И она говорит, у вас есть, может, какие-то вопросы, я вам расскажу. А у меня, конечно, тонны вопросов. Некоторые даже сформулировать нормально я не могу. И она терпелива. Ну, я не знаю, насколько терпелива, мне кажется. Это мое мнение, опять же. Это я так решила. Я не могу отвечать за всех. Я не знаю, что она чувствовала при этом. Но она очень старательная, долго мне прям все объясняла, рассказывала, что мне в итоге даже как-то было неудобно. И, ну, я ей сказала спасибо большое. В общем, ну, все понятно. Не буду больше вас мучить вопросами. Что, Данюш? Бегаешь? Вот так что так. Русскоговорящие здесь есть и дети, и мамы. У нас в киндергаде в параллеле двое точно будет детей. Мальчик и девочка, которые будут говорить на русском и на английском. Один мальчик, у него папа американец, то есть английский его родной язык. Но по-русски он тоже говорит хорошо. В общем так. А девочку вот еще я, честно говоря, еще не уточнила, не узнала. Ну, факт то, что русскоговорящие дети будут. И я думала, что это еще не предел. Это только те вот, кто пришли. Вот. Так что так. Пойду обратно присоединюсь. Что-нибудь еще будет интересное вам рассказать. Мы уезжаем, практически все разошлись. Здесь такие домики шикарные вообще. Я погуглила, думаю, смотрю на эти домики, понимаю, что стоят они. И даже не 2 миллиона. Я была права. А рядом здесь продается дом. 2 800. 2 миллиона 800. 2 миллиона 900. Дома 3 миллиона. Вот парк. Наши дочки. Вот эти домики сумасшедших денег стоят. Сегодня последний день, когда Даня в домах. Завтра ему уже в школу. Такое событие. Волнительное достаточно. Ну, вы знаете, на самом деле, вот я говорю волнительно, волнительно. Я в глубине души, я знаю, что все будет в порядке. У меня нет никакого мандража. Просто это событие. Просто это выход из зоны комфорта. Просто это не так, как обычно. Просто это будет что-то новое. Потом в связи с этим есть определенные трудности, да, которые возникают. То есть надо будет сейчас активно еще заниматься Даниной учебой. Опять же, в комментариях там кто-то где-то писал, надо было заниматься и так далее. Мы занимались с ребенком. У нас в какой-то период ребенок занимался онлайн с преподавателем. Мы тоже это в каких-то видео там показывали. Мы специально избегали английского языка дома, опять же. Даня ходил в детский сад. Входил при Кей, здесь это называется. Он ходил с ноября месяца, получается, по июнь. Практически целый год. И у них садик принадлежал русскоговорящей девушке, но у них больше половины детей было. Может быть, половина детей говорили только американцы, они не говорили абсолютно на русском. И другая часть русских детей, русскоговорящих, но у них очень у многих, например, родители, там, папа американец, да, или родились они здесь и ходили раньше в американский детский сад. То есть они хорошо владели английским языком тоже. Буквально у кого-нибудь вообще английского языка, это был Даня и еще одна девочка. Поэтому у них получается, что с ноября месяца у них было все, то есть все активити, все, что было, все происходило на английском языке. Понятно, что учитель русскоговорящий, она поясняла где-то что-то, да, они там на русском объясняли. Да, обращалась, может быть, она к нему на русском языке, но все остальное происходило на английском языке. Плюс у них был на полдня приходящий преподаватель, который тоже был англоговорящий, ну, то есть он говорил на английском языке. Поэтому у Даня на самом деле, то есть я вот когда говорю, Даня не понимает, Даня не знает. Вы не воспринимайте все буквально, понимаете. Я тоже не понимаю и не знаю, но я, тем не менее, здесь уже живу три года и решаю как-то эти вопросы. Просто у каждого вот эта вот полнота, да, стакана, у кого-то наполовину полный, у кого-то наполовину пустой. Мне свойственно как бы все, мало того, что говорить как есть, как я думаю, так еще и... Ну, то есть если я знаю, что вот он не говорит свободно на английском языке, то для меня он уже как бы не говорит, да. Поэтому вот мы были на площадке, вам показывали. То есть Даня избегает общения, он не может еще играть с детьми, ему тяжело, но он понимает, он обращается. То есть если девочке он уступил качели, он ей по-английски сказал, иди, я тебе уступаю, ты можешь идти кататься. Или он дома постоянно употребляет какие-то, дай мне это, дай мне то, не надо мне это. То есть он употребляет английские выражения уже. Так что то, что он прям совсем ноль идет, это неправда. То есть у него не может он алфавит сказать сейчас на английском языке, он этого не может. Но это не беда, потому что мы были на встрече, и большая часть детей не знает английского алфавита, то есть родители не учили. Кто-то из детей уже читает, уже читает книги, понимаете, дети все разные. Поэтому, опять же, вот писали там, катастрофа вообще, все, ребенок будет отставать. Это неправда, ну так не есть. В России то же самое. Во-первых, вы не забывайте, Даня идет не в школу, в первый класс, Даня идет, ну как в нулевой, наверное, класс. То есть это по сути еще детский сад будет. То есть это будут азы, где все, ну как бы его будут всему учить. Я считаю, что в пять лет ребенок должен в принципе в основном играть. И через игру он должен учиться каким-то таким вещам. То есть не настойчиво, не навязчиво, никаких сейчас вот прям строго академических знаний. Потихоньку ему давать шаг за шагом. Если ему интересно, да, что-то, ради бога, там, ну я имею в виду читать там дополнительно, да. Вот еще раз говорю, кто-то же дети сейчас книги читают. Ну вот им нравится, вот они там с двух лет уже алфавит выучили. Ну разные дети есть. И здорово, замечательно. Мне бы тоже так хотелось бы. Вот, но я не гонюсь за этим. То есть заставлять, принуждать, вот прям сильно делать из этого какую-то катастрофу нет. Мы учили русские буквы, учимся читать слоги. То есть как бы, ну вот все, наверное, согласно возрасту. И у него еще, ему еще пять с половиной лет, у него еще все впереди, у него еще будет много возможностей, да, чему-либо научиться. И в том числе в детском, в этом саду будут детей учить. То есть ему пять с половиной лет, он еще не должен, он может знать, но он еще не должен ничего знать. Я вот с девочкой с одной познакомилась, она русскоговорящая у нас в школе. Очень умная девчонка, такая с образованием, у нее работа здесь хорошая. И она говорит, я вот старшим занималась много, у них там, старший у нее там во второй половине, по-моему, класс идет. А младшего, она говорит, я не трогала, они сейчас потихонечку начнут. То есть ему, говорит, неинтересно, я попыталась дать, ему неинтересно, он пока не хочет, не готов. То есть все, они сейчас там все сделают, то есть ну как бы вот не гонимся мы, не гонимся. Времени он вольется в коллектив, и я думаю, что у нас будут проблемы иного характера. Как сделать так, чтобы Даня у нас говорил по-русски и учил русский алфавит, и знал формы на русском, и цвета называл на русском, потому что у них начинается миксование вообще языка. Сегодня день накануне похода Данина в школу, мы еще не знаем, какой у него будет учитель. Списки опубликуют сегодня в три часа дня. То есть никто не знает, в какой класс попадет ребенок. Я не знаю, что можно писать пожелания, можно что-то там попросить. Когда-то учитываются эти пожелания, но ни один родитель на данный момент не знает, в какой класс попадет его ребенок. И куда мы ходили на собрание, в школу в Данину, нас встречал очень хороший учитель. Вообще она по отзывам мисс Ишимацу. Очень хорошая по отзывам. Говорят, она в меру строгая, в меру добрая. Суперские академические знания дает. В общем, классный учитель. Но она нам сказала сразу, что вот, ну как бы вы сейчас у меня в классе, но не факт, что вы попадете к нам, потому что будут распределения. Детей делят. То есть нет такого, что класс сильный, слабый. Нагрузку всем учителям дают равномерную, чтобы и равномерно разбавляли всех детей в классе. Но это вот то, что я знаю, то, что мне рассказывали. Да, если у вас какие-то другие знания, поделитесь, пожалуйста, в комментариях. Это то, что я узнала, когда у нас был плейдейт. Разговаривала с русскоговорящей девочкой, которая там работает. Все распределяют одновременно. И может так получиться, что где-то, вот, например, у этой миссы Шимацу уже много детей, которые, например, хуже говорят по-английски. Потому что таких много на самом деле детей. И здесь вообще Америка страна иммигрантов. И там у кого-то мало. И вот нас могут перекинуть туда, где мало. Ну вот, допустим, да, не обязательно нас, может быть, кого-то еще. Мы бы очень хотели бы попасть в класс к этой миссис Ишимацу. Вот, потому что Дане еще нужно немножко, вот, ему доброта нужна обязательно. Но ему нужно строго, ему нужна система, ему нужно как-то вот. Потому что там есть одна учительница, которая очень добрая. Она с детьми так вот сю-сю-масю. Вот, мне вот к ней не хотелось бы. Посмотрим. Смотрите, какое солнце у нас. Камера, к сожалению, конечно, это не передает. Все. Это говорит о том, что... Саш, назад надо было сдать. Сейчас чуть-чуть проедем за кустами. Да, это говорит о том, что все, Калифорния в дыму. Смог прошел. Да, и на самом деле дымка же есть. Вот, снимай. Коры, да. Вот, смотрите. Видите, какое солнышко? Ночь был сильнейший ветер. Сильнейший ураган был всю ночь. И он раздул вот это все дело. Ну, вот для, да, для, конечно, пожаров это губительный. Вот такой сильный ветер. И уже писали там где-то за Сакраменто. У них там из-под контроля вышло все уже. Огромная площадь леса горит. Здесь-то именно не горит. Горит далеко от нас. Может вообще штат какой-нибудь, там, я не знаю, Орегон, Вашингтон горит. В том году оттуда в основном дым приходил. Больше, чем у нас здесь горело. Вообще солнце такое. Вы знаете, камера так не передает, потому что это... У меня окна грязные, конечно, такие. Это красный диск шара. Да, он вообще не слепит. Сейчас был обычный день, ты едешь, и тебе без очков на него не посмотреть было бы. Ярко-ярко солнце. Вчера вообще ничего подобного не было. Вот сейчас проверила у нас индекс воздуха 124, норма 30-40, то есть нездоровый воздух. Давай, Даня, что ты хочешь нам сказать? Я хочу сказать, что мы сейчас едем купаться в бассейне. Мы едем купаться в бассейне. И не они, а с папой. Да, и мы едем не только купаться в бассейне, а еще и выбросить картон, специально отведенный для этого места. У нас скопилось много картона, и мы заедем по пути и выбросим картон, на переработку сдадим. Денег заработаем? Нет. Естественно, что там просто сбор картона, но мы его просто отвезем. У нас очень много упаковочного разного материала, полная машина. И мы его просто туда выбросим, в специальный контейнер. И едем к нашим ребятам искупаться. Хотя сейчас уже вечер и прохладно. Но... Там есть теплая джакузи, да, Дань? Да, Дань, говорю, да, на тебя смотрю, говорю, да, Дань? Ну как прохладно? На улице 26 градусов, для вечера это нормально. Я с шубой еду. На эту еду. Это жуткий ветер. В сторону океана. Получается, мы сейчас едем, справа от нас океан, а слева континент. И вот, получается, флаг четко показывает направление ветра, сейчас показывал, в сторону океана. Поэтому сегодня этот дым и пришел. Там все, Сакраменто, леса, видимо, Тахо, там же сплошные леса. Там, видимо, все сейчас горит. До этого, видимо, ветер был с океана, и поэтому было все чисто и красиво. А сегодня все. Вот посмотрим, как долго это все продлится. В прошлом году это все почти месяц было. Давайте, ну что? Все? Ключи добыли. Заветные ключи? Да, в какой идем бассейн? В какой идем? Давай посмотрим. Поближе, да, но... Позвали, сейчас сколько там людей. Он потеплее обычно. Ребята с нами пока не пошли, работают. Но, возможно, попозже присоединятся. Да? Но мы ненадолго, потому что... Мы даже Рону не увидели. Мы даже Рону не увидели, да. Ребенка нет куда одели, да. Ребене не отбиться. Она погулять ушла. Да. Ты заметил, да, что сразу пусто в доме? Да, да, да. Собаки нет. Поменяли блок, видимо. Да, он не работал до этого, да. Видимо, вот этот блок все новое стоит. И мы еще с Сашей говорим, говорю, Саш, ты чувствуешь, пахнет родным. Здесь воздух другой совершенно. Вкус воздуха другой, запах. Разница вот эта вот там 10 минут, она уже по градусам может быть 5 градусов, 10 градусов разница. Вот здесь обычно было зимой, да и летом все время, днем и ночью больше разница. Там, где мы сейчас живем, там будет ночью не так прохладно, а днем не так жарко, более ровно. Ну, сейчас, конечно, жара приличная стояла все эти дни. Да, так еще вернется, еще сегодня какое число, 15-е число. Ну, уже, конечно, не середина августа, такое. Да, ну, ты что, в том году в это время... Это не 15-е, 19-е. В том году вот эти числа. Ой, 18-е, завтра Даня в школу. Самая жаркая пара установилась, 33 градуса было, помню. В том году, вот именно 35-37 даже была неделя. Дань, подружка твоя пришла. Даня говорит, я хочу кошку, но только такую. Только такую. Забираем? Да, с собой увезем. Я тогда пошел. Не, у нее свой дом. Я тоже хочу. Это надо стрянет, вот так наестся. Заборем. Да, кстати, радость. Как посадится горячая вода. Радость. Да, они взяли в класс, какой мы хотели. К учительнице он попал, у которой были... Ой, как горячо. Они сами письмо прислали, я не успела поделиться. Это вот к обсуждению про спорт. Может быть, Даню в плавы не отдать. Ему так нравится. Про это обсуждение про спорт хочу добавить. Люди пишут, что вы его навязываете, и все. А Кириллу нравится, поэтому он входит. Откуда бы Кирилл знал, нравится ему или нет, чтобы мы его не привели. Конечно, в 4 года мы его привели, он даже понятия не имел. Мы сами понятия не имели. Окей, Даня, естественно, что мы его приведем на футбол, на хоккей. Он позанимается месяц, два, три. Втянется. Понравится, не понравится. От этого будем отталкиваться. А спросить у ребенка в 5 лет, кем ты хочешь быть, и как его вид спорта, он просто не знает, что бывает. Нет, он на самом деле говорит. Он говорит, очень хочет на футбол. Даня говорит. Он и на хоккей хочет. Он очень хочет на хоккей. Как Кирилл. Удачи давай. Но он боится, но Даня боится. Он говорит, то есть он видит же, Кирилл, что руку ломал, как они там бортуются. Он слышит все наши разговоры, и поэтому Даня уже изначально заведомо боится. Он говорит, что я боюсь там очень больно падать. И он мне как-то говорит, мам, на футболе падаешь на травку, она мягкая, а здесь лед жесткий, больно. Вот, поэтому так-то на самом деле Даня знает, чего он хочет. Он просится на футбол. И мы будем пробовать все. Но про Кирилла, Кирилл действительно, он не знал про хоккей. Мы попали на хоккей совершенно случайно. Надо будет как-нибудь рассказать. Ну, как случайно, не случайно. Случайности не случайны. Вот, в общем-то, мы целенаправленно искали хоккей. Вот, но, тем не менее, Кирилл еще сам не знал. И вы знаете, у нас были мальчишки, которых вот в 4-5 лет водили папы. Папы реально зверствовали. Дети рыдали. Дети не хотели идти на лед. Дети очень сильно плакали. А сейчас дети играют в классных командах. И хоккей – это их жизнь. Так что, немножко не согласимся с вашими комментариями, что в таком возрасте дети могут как-то что-то выбирать для себя. Вот, понятно, что способности играют огромную роль. Понятно это все, естественно. А потом туда приду где-то двигать. Да. Я потом покажу, какой способности. Я вообще предлагаю, чтобы Даня шел учиться игре на фортепьяно. И рисовать. Да, Дань? Как ты, будешь учиться на фортепьяно? Чтобы руки развивать, голову развивать. Папа у нас там плавает. Мама, ты меня посижу и тебе покажу, как я могу туда побыть. Да, я вот даже бы сказала бы, например, что Даня сейчас командный вид спорта не подходит. Он любит все сам делать. Он любит, даже в саду постоянно говорили, что он сам по себе. Товарищ, который сам по себе. Поэтому, может быть, ему и не подойдет вообще командный вид спорта. Но мы будем пробовать. Вот. И в первую очередь ради здоровья, ради развития. А потом уже все остальное. Не, нормальная водичка. Нормальная? Как на джакузи показалось. Ну, я пошел погреться лучше, да? Для контраста. Ага. Даня посидел в джакузи и сходу залезает. Вот, Саш, может, все-таки его в плавание надо? А плавание не помешает им почему-то другому? Здесь коке и футбол, это всего 2-3 раза в неделю. А времени-то где столько взять? А плавание, если будет еще ходить там. Вот рядом с нами, что мы узнали, есть бассейн. Надо сходить узнать. Да, представляете, мы увидели у нас прям рядом с нами вообще в пешей доступности бассейн. Да не один может ходить в бассейн. Мальчики мои дурят. Дурят, дурят. Раз, два, три. И видите, красноватый такой воздух. Па-бам. Ныряют. Еще раз. Вы не замерзли там? Это ты тут быстро посмотрел температуру и бегом сюда. Это сколько в воде сейчас было минут 20. Не, на самом деле, я сейчас посмотрел, вода, если в Цельсию, а кто 25 градусов. Очень теплое в бассейне, играю на теплое. Это показалось под джакузи первый раз когда-то смотрели. Сколько градусов? 25 сейчас. Ну, нормально. Чистый грудь, отлично, вода куда теплее. Просто после джакузи, в джакузи сейчас скажу сколько. Саш, ты заметил, что воздух красноватый такой? Цвет. А я не знаю, здесь есть термометр. Вот он, вот он, вот он. А, вот он. Показывает 106. Это получается, значит, 7,6. 7,6 пополам. 38. 38. 38 здесь джакузи. Конечно, после 38-25 кажется уже прохладное. Конечно. Так, берем две простокваши. Беру небольшие. 2,21. Что мы уже взяли? Мы взяли торт мороженое на завтра. Роллы взяли сейчас покушать. У нас дома есть нечего, ничего не готово. Мы сто лет не ели. Роллы взяли. Помидоры какие-то вкусные, красивые, фрукты набрала молоко. Все, бежим на кассу пробивать. У нас все оперативно. А папа в это время для экономии времени поехал маме машину помыть. Потому что у мамы машина просто очень грязная. Какое разнообразие здесь мелков для рисования. Во-первых, видите, специальные ручки, чтобы не пачкать руки. 2,99. Просто мелки. Разноцветные мелки. Мелки мороженое. А я вам еще в доллар 3 показывала там виде из мелки для рисования. Классно же? Все, мы все купили. Надеюсь, Саша помыл уже машину. Сейчас будем подглядывать. Разрезал. Ой. Что вы делаете тут, товарищи? Скажите, пожалуйста. Мы делаем корабли. У вас безотходное производство. Как заказали? Да. Поздно придет, да? Да. Слушай, когда одно, а когда проплачиваешь совсем, ты проплатил, другие цифры вы на рисовать. Мам, получать уже как настоящий корабль? Да, не смогли мы. Мы поздно чухнули. Нет, на самом деле, я вообще была спокойна. Доставка Amazon Prime 1-2 дня, поэтому. Надо главное еще это веник сразу принести, это все подместить. Сейчас пенопласт его еще как подметешь. Да, и Amazon Prime думала быстро приедет, и вообще не парилась. А на деле получилось то, что именно Даня хочет. Очень долгое ожидание. Я думаю, что они откуда-нибудь из Китая едут. Конечно. Поэтому так. У них наличия нет. Ну, брать теперь лишь бы что-то взять, чтобы пришло через два дня. Я думаю, что Дане ничего страшного, мы найдем рюкзачок на пару дней в школу. Что потом будет ходить с тем, которым он хочет. Как у вас прям все тут серьезно. Ну, ладно. На этом наш день подошел к завершению. Не забываем подписываться на наш канал. До новых встреч. Берегите себя. Счастливо. Пока-пока. Всем счастливо. Пока-пока. Какой красивый кардак. А высохнет до завтра. А завтра Даня пообещал его краской на весь раз красить. Сделать красивым. Так я иногда краску сейчас сделаю. Да. Пока-пока. 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 Пока-пока.